Приветствую! Да, здорово, Тополь! Приветствую всех вольных сталкеров, с вами Андрей и продолжаем проходить мизери версии 2.1. Ну что, парни, на повестке дня у нас с вами туннель с кровососами. Туннель, в общем, с аномальной активностью, да, по заданию от наших ученых. Вот, перед этим, значит, хочу вам сказать, у меня была выключена функция. Так, сейчас покажу вам ее, эту функцию. Она называется бесконечный патрон NPC. Я ее включил, потому что как только у наших напарников из группы Тополь закончатся патроны к винтовкам, они начнут использовать пистолеты. Толку от них не будет никакого, да и, в принципе, так их быстрее убьют, да, если будут нападать на бункер, там, те же самые мутанты. Вот, поэтому функцию я эту включаю. Остальное все пока оставляем без изменений. Вот только прицел почему-то у меня выключен. Включен, точнее, давайте его пока выключим. Так, играть пока будем на максимальных настройках, да, с улучшенным полным освещением. Пока FPS у нас тут, ну, 30, 30-25. Посмотрим, если будет ниже падать, значит, будем снижать до высоких, а то, может быть, даже и на среднем перейдем посмотрим. Игра вроде сильно не лагается, так что будем наблюдать за всеми тут нашими процессами. Так, значит, по поводу тополя. Тополь, у меня пара вопросов, значит, насчет вот этого задания от ученых. Ты про туннель, что ли? Да, там что-то есть, наверное, какой-то артефакт редкий или еще что-то. Уж очень место странное. Сначала все спокойно, а потом, знаешь, там, начнет так на мозги давить вообще жестко. Еще там тушканов было полно. Но, знаете, не волнуйся, мы их быстро успокоили. Да, тополь. В прошлый раз ты кошку спокоил, я помню. Бедный друг, блин, из-за тебя пострадал. Так, ладно. А ты там, кстати, раньше-то бывал? Да, но глубоко не заходил. Только там успел замер, знаешь, до Германа сделать. Ну, а, знаешь, и тушкан поперли. Зато, когда эти два научных гения увидели, результаты, их аж расперло от новых теорий. Хотели, чтобы я им весь тоннель обшарил. Только это уж я им фиг. В такую занятость не полезу. Так они теперь тебя и наняли. Ну, понятно. Самую занятость, это мы, естественно, пойдем. Куда нам деваться, да? Так, а у меня пара вопросов к тебе, опять-таки. Про задания от ученых. Ну, замерами не в первое дело. Справимся. А где ты их раньше делал? Ну, на самом деле, не за меры, громко сказано. Нормальный был только один. Аномального психополя в том туннеле покрятущем. Да и тогда только приборы включили, тушканов не меньше пары дюжин из всех щелей хулили. Главяне, он чуть причинные места не отгрызил. А тебе, кстати, это странно, не кажется, что так вот ты пошел исследовать, да, и вдруг на тебя мутанты поперли из всех щелей. Ты их никого не трогал. Правильно же? Да нет, что тут особо странного. Все правильно. Зону не любит, когда кто-то ошибка любопытна, в ее дела нос. Мне, кстати, это сам Озерский сказал. Да и на деле его слова подтверждаются. Ты к нему с этим вопросом подкатись. Он, может быть, и знает, что он только вот не говорит. Ладно, хватит болтомни. Давай уже с топлива двигаться, наверное. Хватит здесь уже сидеть. Пора нам уже все вопросы с этими аномальными активностями решать. Давайте сразу все оружие в порядок перейдем. Подзарядимся, да? Перезарядимся. Подзарядимся. Ну, привет. Здорово, пошли. Приступим, может быть, уже? Да, конечно. Так, давайте свой стул достанем. О, кстати, прибор ночного времени, да? Почему мы его не используем с вами? Наверное, правда, батарейку сажают жесткую. Посмотрим. Тут, кстати, тайники тоже есть. Пока это все не будем трогать дело, успеем пока давайте по квесту все вопросы решить. Ух ты, блин. Зомбарь нарисовался, откуда ни возлюсь, да? Ну, это я уже в наглую путь, конечно. Тоже так делать не надо. Да, помощь от вас, парни. Пока что не наблюдается особо. Вроде последний. Последний, конечно. Со стороны-то наблюдать куда приятнее, чем участвовать, да? Так, ладно. Блин, не помню здесь ничего, парни. Где здесь еще наполниться? Только пару тайников могу. Так, это жгучий пух. Только пару тайников могу припомнить. Блин, бля, прессионал. Пару тайников могу припомнить. Так, здесь у нас, значит, с вами... Как это на новолея называется? Не помню? Уже разобрались. Я вот не помню. Она у нас по кругу ходит, да? Вот, кстати, какое офигенное место для тайника, да? Вот почему бы не положить сюда раз? Какой-нибудь рюкзачок. Или вот здесь вот опять-таки. Вот сюда. Может быть, здесь где-нибудь и есть все-таки тайники? Я вот, кстати, говорю, Янов плохо знаю, если честно. Вот. Зато он, я знаю, получше в плане тайников. Так что будем все по тщательнее исследовать. Ну, где чего пропустим. Жалко будет. Ну, отпишитесь. Придем, заберем, в конце концов. Правильно? Так, где там наша аномалия? Так, по кругу, да? Блин. Так, там у нас тоже кучи всяких аномалий. В частности, электро, да? А здесь всяких ламп. Блин, чуть не попался. Че-то я вообще расслабился. Так, давайте вот здесь вот путь расчистим. Так. Ё-моё. Так. Ага. Так, вот давайте. Вот сюда. Все, пронесло вроде, да? Там, кстати, тоже тайничок лежит. Успеем, заберем. Отдельно придем. Порыскаем. Чего-нибудь не есть. Так, хорошо там. Прямо все вот это вот местность хорошо прям обычен. Чтоб ничего не пропустить. Кстати говоря, парни, вот наш, наверное, артефакт, да? Который мы должны будем принести. Между прочим, смотрите, да? Так, где у нас включается приборчик-то? Ночного увидения. Вот он, да? Вот это мы и отдадим ученым. А вот, кстати, контейнер мы с вами и не взяли. Между прочим. Это плохо. Ладно, давайте сохранимся. Берем. Да. Да-да-да, парни, сейчас-сейчас-сейчас все, что смогу, все сделать. Так, где он там? Ох, ты какой живучий-то, смотрите, а? Граната не берет. Нифига. Тополь, ты как тут, а? Блин, может, таблеток каких-то? Чего там тебе? Надо выбираться отсюда. Поговорим о свежем воздухе. Да, хорошо, погнали отсюда. Так, пацаны, вы там как живые, а? Да. Все, парни, выбегаем отсюда. Давайте. Так, что там у нас с контролера? Да, бинт, веревку. Слушайте, неплохо так, да? Смотрите, контролер там. С кабарком так оказался. Не, ну офигеть просто. С одной гранаты не берет его нифига. Вот это мощный был контролер. Да вообще какие-то здесь гранаты, если честно. Откровенно говоря. Ну, правда, смотрите, с одной гранаты нифига. Так, парни, а что вы кабарочек-то не сняли здесь с этих тушканчиков? Ну-ка, давайте соберем. Пацанам, я так понимаю, не надо. Им ученые хорошо платят, не нуждаются. А мы-то не побрезгуем, правильно? Почему нет? Так, тело слишком повреждено. Так, с этих мы уже ничего не снимем. Слушаю тебя. Ну что, погнали. Ох, я уж был думал в тоннеле, в том этом безмозгном зомби останусь. Я повидал слишком много бродячих мертвых жертв контролера. Я бы предпочел быть раздавленным седогигантом, чем превратиться в живого тупа. Я не знаю, как не благодарить тебя, дружище. Я не встречал таких людей. Не многие бы отважились помочь мне в такой момент. А ты как в норме, добрый вообще, в принципе? Как чувствуешь-то себя? Да в норме, спасибо тебе. Вот, гляди, тут координаты одного места. Все, что там найдешь, твое. Там немного, но ты же все же прийми в знак благодарности. Ладно, погнали к бункеру. Да, к нему, к нему, кранируем. Ох ты, елки-палки, артефакт этот. Ё-моё, давайте быстренько, ну-ка. Используем наш малый комплект выживания. Отличная, кстати, штука. Там радиацию он хорошо выводит, здоровье повышает, да и даже голод убирает. Так что всем рекомендую. Что вы мне скажете, Герман? Короче, я добыл образец. Неужели? Прошу, не заставляйте меня ждать. Где он? Да вот он. Оказывается, в туннеле обитал контролер. А, подходите. Что у вас? Он хочет подчинить своей воле вашу группу, и у него это почти получилось. Но, по счастью, я успел убить его раньше. Невероятно. Убить контролера и спасти сталкивать от всей атаки. Если бы я услышал от кого-то другого, ни за что бы не поверил. Но вас-то я знаю. Истинный уникум. Что ж, это полезнейший опыт. Великолепный образец. Вы сделали свой вклад в дело науки. И наука этого не забудет. Огромное вам спасибо. Не только от меня лично, и от всей нашей группы, но и от всего человечества. Да, Герман. Слушай, а что у вас тут делают наемники? Я вас все давно хотел тебя спросить. У нас с ними контракт на охрану мобильной лаборатории. Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что вынужден был согласиться на сотрудничество с ними. Из-за некой секретной военной операции, на время разворачивания средств кулаги, нам не предоставили охрану. А у сталкеров не началась совершенно лихорадочная активность по поиску артефактов. Пришлось согласиться и на сотрудничество с наемниками, чтобы хоть как-то обезопасить лабораторию. Ладно, это понятно. Герман. Постойте, сталкер, не могли вы мне уделить мне еще минуту внимания? Так, слушаю. Ну, в свете последних событий нам стало понятно, что уровень подготовки нашего средств кулаги оставляет желать лучшего. А вы в это время самостоятельно смогли справиться с контролером. Уже сам по себе данный факт поразительный. Ха-ха-ха. Герман, не пойму, к чему ты клонишь, а? Ну, к тому, что пренебречь подвернувшиеся возможности и не попытаться занять на работу такого широкопрофильного специалиста, как вы, было бы просто непростительной глупостью. Ведь наша научная группа определенно нуждается в вашей помощи. В общем, нужно сделать замеры и расставить сканеры. Продолжайте. Так, я пытаюсь найти взаимосвязь между выбросами и появлением артефактов в аномалиях. Вновь разрабатываются теории точного прогнозирования времени следующих выбросов, исходя из количества типа появляющихся артефактов. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Тьфу, погоди, я с дёстки, успокойся, я уж тут давно устаю. Для точных расчетов мне необходимо собрать обширную статистику. Все, что нам нужно, это разместить несколько сканеров в центрах аномалии разного типа. Ну, в принципе, я могу помочь профессору, только вот не сейчас, если только. Да не вопрос. Главное, что вы мне можете помочь. Нужно взять у Новикова сканеры и установить их в аномалиях, кардинады которых отмечены в вашей КПК. Когда закончите, возвращайтесь. У меня будет вам ещё одно дело, касающее сканеров и замеров. Ладно, Герман, договорились. А чё у тебя, кстати, по торговле есть? Ох ты, кстати, костюмчики. А у него, кстати, эколог-то дешевле, чем у бороды-то, да? Тысяч так на пять-то. Ну, ладно, нам какая разница. Этой эколог непрудышный. Вот, кстати, да, прикладной модуль артефактов. Минус 22. Вот в него пламя спаковать и на пояс повесить. И потом никакие аномалии нам не страшны. Кстати, надо будет потом задуматься насчёт этого. Так, чё тут ещё у нас? Шоколадки по 6 тысяч. Всё это ясно. 6... 6 516. Надо запомнить, как у нас тут скидочка будет, не будет. Вот, кстати, хорошие, да, украинские рационы питания. И российские рационы РП. Хорошие, кстати, штуки. Надо бы тоже как-нибудь раскошелиться. Сколько он, кстати, стоит? Весит 1,72 и на 6 курсов уже против. Отличная штука. Но 22 посоряет, никуда не донится. Ладно, шоколад российский. Так. Пойдёмте у Новиков получим контейнеры. Здравствуй. Да, здорово, Новиков. Слушай, я должен у тебя получить сканер для исследования аномалии. Держи, как мне сказал Герман, 3 штуки. Так, сейчас просил бы принести тебе детектор. Нет, пока детектора с вами не будем, потому что мы с вами пойдём сейчас расставлять сканеры аномалии. А что нам там помешает поискать артефакты? Правильно? А чем мы будем с вами искать их? Здесь у нас детекторы исчезли. Давай, закрывайся. Так, сделаем сахраночку с вами. Так, ладно. Значит, с группой тополя мы там ещё квесты продолжим, да? По поводу там замеров и так далее. Сейчас пока предлагаю вернуться на Янов. Ну, во-первых, сейчас распродадимся, да? Весь этот хлам, который у нас появился ненужный, продадим. Вот. И давайте, наверное, знаете чего? Поищем тайники, которые рядом с Яновым прямо находятся. Там есть, правда, турничков, которые не должны оставаться. Вы должны их в любом случае собрать. Тем более, я знаю, где они находятся. А потом мы уже будем думать, чем заняться. Так, ладно. Давайте шлем, что ли, снимем. О, нормально. Так. Значит, один из тайников ещё, помню, с оригинала. Ну, из-за этого Янов я плохо знаю вообще, в принципе, к тайникам. Поэтому тут, по-моему, по максимуму везде смотреть всё. По возможности, да, заглядывать. Вот. Значит, один из тайников ещё с оригинала, помню, вот находится здесь, вот, на этой платформе. Я думаю, все на него вытыкались, так или иначе. В любом случае, да? Облом аптечки лежали, ещё что-то. Ну, сейчас, конечно, здесь аптечек нет. Ну, зато есть, может быть, хотя бы какой-нибудь хлам 100%. Вот, по центру здесь найдём. Так, радиация, конечно, здесь лупит не по-детски, да? Ну-ка. Заняёмся, да. Вот, смотрите, журналчики, фотографии. Тут ещё сигареты. Пойдёт. Сигареты нам нужны, в любом случае. Так, всё, дальше давайте. 87. Чё так жёстко встают, а? Не, вообще нам в этом костюмчике никуда не годится, реально. Или, либо на одной наркоте, блин, выживать. Ладно. Так, вот здесь вот где-то была будочка, я прям помню. И в ней лежал тоже хабарок. Чё у нас здесь? А, здесь у нас монтировочка Фримена, да? Монтировка Фримена. У меня что-то ничего нет. Ну и, парни, вот эту вот фишку, наверное, мало кто знает. Короче, однажды я в плен одного наёмника взял, вот. И он мне, значит, скинул координаты тайника. Вот как у нас тайник отображается, да? Вот такой символ. Вот. И вот у нас был вот здесь вот. Вот он, рюкзачок. Я думаю, всё, сейчас подойду, короче. И всё, и забираю. Взял, снял хабарок, а значок тайника так и не пропал. То есть у нас обычно, когда мы тайник находим, у нас вот такая вот галочка ставится, да? То, что тайник обысканный. Вот. Ну и вообще, в принципе, пропадает такой значок, да? Либо пропадает, либо галочка ставится. Вот. И этот значок у меня не пропал. Я думаю, блин, ну ё-моё, чё с ним не так? Я же, в принципе, собрал хабар оттуда. Вот. И как оказалось, парни, этот тайник, я не знаю, то ли это баг, то ли ещё чего. То ли так задумано было. Пускай есть, наверное, баг, конечно. Вот, смотрите. Сейчас сделаем с вами следующее. Во-первых, в настройках ставим прицел. Вот. Точечка у нас появилась. Вот, смотрите. Вот, если мы открываем этот рюкзак, видим, да, что здесь находится. Вот, смотрите. Керосин, спальник. Всё это для починки снаряжения пригодится, батарейки, да? Вот. Дальше. Если мы вот наведём курсорчик, прицельчик, вот на верхнюю часть вот этого рюкзака, нажимаем F, смотрите, уже другой хабар, да? Вот так вот, парни. Короче, то ли баг, то ли ещё что-то. Но вот тайник двойной. Поэтому, смотрите. Здесь уже отличается, да? ГШ-18. Пистолетик новенький. Вот. Значит, берём здесь всё. Смотрите. Раз. Обнаружен тайник. И берём вот то, что здесь у нас. Ещё один тайник. Всё. Два тайника в одном, короче. Так что имейте в виду, кто если не знает. Не знаю. Эта мысль у меня, вот когда я такой тайник обыскал, да? Вот у меня мысль возникла в первую очередь. Представьте, сколько таких тайников по зоне. Реально может быть двойных. Не знаю. Вот этот тайник наш найден был чисто случайно. И только потому, что наёмник, да, слил мне координаты этого тайника. А так бы я и в жизни не догадался, что здесь можно дважды, дважды поживиться. Так, давайте уберём прицел в настройках. Так. Значит, что нам ещё? А, во-первых, у нас ещё на Янове тоже можно поживиться. Небольшие там мечики у нас есть. Блин. Чё так, три спальных мешка. Ха-ха. Так. Да ё-моё. Здорово, пацаны. Плохо. Короче, парни, вон туда можно, в принципе, забраться к... Ты заглядывай, тут весело бывает. ...гавайц, да, вот. К нему можно, в принципе, там проникнуть, так же, как заприлал к бороде. Но, я не знаю, то ли штурмовик настолько большой, крупный, он просто сюда вот тупо не пролазит. Так, во-первых, надо ещё запрыгнуть, чтобы, блин... Так, давайте сбросим, чтобы я хотя бы так не задыхался. Короче, я сюда сейчас тупо запрыгнуть не могу даже. Чё, чем на 50 метров, вообще ничего не подходит. Вот, запрыгнул. Но, хоть убейте, я пролезь, чтобы сюда никак не могу. А там у нас, кстати, есть у него, уговается, значит, по-моему, энергетик, этот... Анальгетик, или как он называется, возрождение. Не помню, как он там называется, бум, водка. Ещё что-то. Тут задницу друг другу каждую минуту прикрывать надо. В общем, выкладывай! Так, это у нас чё такое? Ну, а как дети прямо? Опять дырка? Да, не-не-не. Так, вот, забагованный ящичек. Вот, наркотический анальгетик возрождение. Вот, кстати, тоже можем здесь взять. Ты же не против, да, Костопав? Да не, бери, не проблема, мне ни нафиг не нужно. Вообще, опасная вещь, ты не шути. Особо не употребляй, да? Давайте, прочитаем, кстати. Хорошая, говорят, вещь. Ну-ка. Не использовать данный препарат совместно с другими стимулирующими препаратами, так как это может привести к быстрой смерти. Первый эффект этого мощнейшего вещества – потеря сознания. Однако, после прихода в себя, если это вообще произойдёт, приходит ощущение гигантского прироста сил. Применение – вести иглу шпица в бедро, предварительно выпустив кислород. Мельким нажатием на поршень. Быстро используем. Короче, восстановление здоровья, радиацию. Смотрите, как сильно, да? И насыщение плюс 4,62 килокалории. Вообще, отличная штука, можно будет использовать. Но, опять-таки, опасно для здоровья. Так. А где у нас там, кстати говоря, гавайец, да? Давайте хотя бы посмотрим, что там у нас лежит. По-моему, там тоже. Может, мы сейчас с помощью демо-рекорда как-нибудь сможем забрать, как вы считаете? Вот за снайпера, если играть, спокойно пролазит он. За прилавок гавайцу, и всё. А здесь у нас, получается, нифига ничего. Так. Вот, видите? Вот к неймеров здесь у него. Газированная вода. И наркотический анальгетик возрождения. Хоть бы товар стоящий подбрасывали, растут, не растут. Так что вот так вот. Такие засады. Допишишь. Допишлючи. Да. Нет, мы тут, наверное, через тему-то... Я никак не возьмем, да? Не люблю я такие вот вещи оставлять. Правда. Прямо жар тут душит. Да. Не, никак. Жаль. Ну-ка, никак. Не, ни хрена, короче, никак. Всё. Отваливаем отсюда. Хрен-то. Значит, там газировка, 0,25 водка и... Анальгетик. Вещь, конечно, хорошая, но ладно, куда деваться. Не судьба, так не судьба. Вот. И потом мы с вами смотреть. На полустанке же мы помните? С вами тоже там коряку-то искали. А Танекима там... Сколько времени? Там потемнело прям резко. За временем вообще не служу. Ладно, пойдемте на полустанок сходим. Потом уже ляжем скуать. Так, нечего тут шазаться. Так, во-первых, во-первых, значит, вот в этой местности, я там помню, как сейчас. Что-то у нас было тоже. Пойдемте проищем. В кусте он будет там находился. Еще раз оригинал, помню, тайничок. Блин, еще тайники, а в голове у меня как бы не убили группу топлива. О, прям отсюда, видать, да? Смотрите. Что тут у нас? Батончик, газировка. О, взяли. Блин, я свой рюкзак еще оставил. Прямо посередине я, ну, да, сейчас кто-нибудь приберет. И с ветеракет отправился, походу, блин. Молодец, вообще. Так, ладно. Да, блин. Да, кстати, вот этот тайник коряги, да, здесь ведь можно и выброс переждать в случае чего-то. Ну, помню, был такой, он как-то пережидал. Так что уж хорошее место в плане выброс переждать. Так. Опаньки, смотрите, ящичек. Что у нас тут? Уголек. Так, ну, монеты понятны. У кого-то по механике, да? Ну, что-то не густо. Мне что-то казалось, за другую фракцию, если играть, там, по-моему, спальник тоже лежал. Только не помню, за кого-то за снайпера я играл или еще за кого-то. Там, стоп. Ну, это не по мне. Кстати, кровососов плавник тоже могут пострелять. Так что, имейте в виду, если кто квест этот взял. Такое бывает. Так, здесь, естественно, ничего нет. Ну, ящички, ясное дело, здесь бесполезно, да, лута? Так, у них точно ничего нету. Янов, я знаю, не очень, так что давайте тут по минимуму хотя бы все осмотрим. Ну, ладно, что тут может лежать, правильно? Так, ладно, давайте сейчас на Янов, выспимся, потом уже отправимся, подумаем, какую задание нам выполнить, да? Ну, что время уже поздно, вот спать. У нас Георг Жлопа, помните, у нас был Сталкер тоже, в таком же клоща? С кучей хабара, блин Которую я ещё всё привалить хотел Так, осталось на затоне, да? Так, давайте наш... Блин Забыл опять Рюкзачок-то наш, да? Подходи, брат У меня как в Греции всё есть Погиб Юрий Семецкий Саркофаг там, блин Так Как в Греции, говоришь, всё есть у тебя тут А вот интересно, сколько Москонтролёров 1181, да? Интересно, сколько у Бороды Туда у нас стоит, у кого дороже Хрен узнает Да, у нас в принципе ещё есть этот, как его Костоправ, ну-ка, к нему 1181 Ну рассказывай, я весь внимание Что-то ты бледный Может, укольчик сделаем? Да не, обойдёмся Так 1161, короче Получается У Гавайца дороже, да? Ну привет! Ну у нас получается здесь всё по аналогии, да? Борода типа Гавайца Гавайца, точнее, типа Бороды, да? По ценам А Сыч Костоправ как Сыч, да? Получается То есть ничего у нас не меняется Ладно Тогда, значит Продаем Части мутантов Гавайцу, да? Что-то за что мы можем продать Так, потом мы сейчас сдадим Фотографии всякие Все остальные дерьмо Блин, и рабы Так А на покупку тут ничего не надо Клей какой-нибудь взять, да? Ты сейчас не говоришь Да нет, Костоправ, другом дешевле Ну что, Костоправ, бери Тут у меня хлам появился Патроны вот эти вот забираю Мне не нужны вообще ни к чему Испорченные то же самое Вот эти, 6600, да? Наркотический энергетик Блин Даже не знаю, что делать Продать или что? Так, это веревки всякие Брезенты Вот этот оставим Вот этот продадим Так, ну этот ствол наш, да? Ну и какого хрена тут торчишь? Да давайте продадим Чего я не знаю, им пользуется Да, потом тебе будет слабенький Да, скольтик есть, лучше чего есть Так Все продаем Так, гаваец, ну-ка возьми Значит, поломанный ствол Вот, все Да, блин, здесь еще надо все разбирать Е-мое Короче, ладно, давайте на паузе здесь все разберу Потом тогда Увидимся, в общем Короче, парень Достать дешевле А больше там ничего интересного нет Ха-ха-ха Вот посмотри на него, а Подешевле Так, у тебя 300 3000, да? Сказки страшные, расскажи А кто прав Хочет сам по себе Жить 3000 Так, а сколько у тебя Костоправ есть? Есть ли рюкзаки? В любом Слушай, у меня есть КПК с напряженцем Долго Нужен? Чую За эту КПК у меня будут Проблемы с долгом А они Ничего Попробую С о чем поговорить Так, понятно Сыч Сыч Стихия Вы смотрите А ну-ка Глянем Как А то я был сразу Посмотреть А я только потом Вон Стихия Пошла Да Посмотрите Так Ну сейчас Вторая волна Пойдет Правильно? Полно Сюда Две волны Только Гляньте На максимальных Настройках Разница Чувствуется Нет Что-то Чувствуется По-моему Как было Так и осталось Так Вон Пошла Вторая волна Не знаю Как после Такой волны Мутанты Выживают Но Сталкеры Он Разрывает Их Начальство Смотрите Все полностью Волна Зачищает Абсолютно Все растительные Все Все Сдохло Да Выброс Кстати Где-то Набиотик был Да Нам по-моему Там надо Еще пару раз Использовать И мы с вами Получим достижение Отмеченной зоны Тогда нам Ни один выброс Не страшен Можем Будем Уголить Как шрам Да Помните С чистого неба Выживал Так Ладно Так Рюкзачок Мы взяли Да Взяли Ладно Давайте Я тут на паузе Опять же Все разберу Потом Значит Увидимся Блин Ну ребята Полчаса Наверное Разбирался С этим хабаром Короче В общем Все я перетащил Все эти два рюкзачка Значит Назвал Один рюкзачок У меня Блин Зарядник Оставил Вообще Полностью Все я там Разгрузился Везде Сейчас потом Буду все Славное Собирать Так Значит Назвал я Второй рюкзачок У нас Как называется Короче Ремонт Продаж Называется Второй рюкзак Сюда я буду Складывать Все барахло Который я постепенно Со временем Избавлюсь Да А сюда У меня вещи Чисто Которые я буду Пользоваться В любом случае Ну и вся стояга У меня здесь Да Вот Тут у меня сейчас Объявился еще один хлам Вот Сейчас это пойдем Все продадим Вот А потом будем Конкретно собираться Уже Все необходимые вещи Которые нам нужны Будем Возьмем с собой Да Так Значит Вот он Наш гавайец Так Что Меня Могут забанить Ну-ка Музончик Отключ Здравствуй Ну Удачи тебе Так Значит Гавайец Ты что Музон не Выключаешь Так Забираю Вот это Хламье Все Продать Купить Так За спальник Ты 760 Короче Без разницы 3940 Пистолет Не буду Я им пользоваться Все Продаем 52 тысячи Есть Да Сколько Время Время 2252 Так Ну давайте Все Все необходимые Вещи Которые Нам Нужны Сейчас Соберем Прям Да Так Что у нас Получается Значит Из Снаряги Вес 1.2 Да Сколько У нас Весит Блин Так Это у нас Что 0.05 0.26 Так Понятно Ладно Берем Значит Вы видите Сколько Сразу Добавляет К весу 16 КГ Блин Вообще Ни о чем Так Этот Шлем У нас 2.67 А этот У нас 3.59 Давайте Этот Что Ли Я не знаю Пока Возьмем 19 Килограмм Так Два Ствола Да Раз И Два 26 Килограмм Так Подствольник Нужен Нужен Вот смотрите 28 Килограмм Чист Одна Снаряга Вот Все Больше Ничего А если Так А если Допустим Мы Эколога Берем Ну Эколог На Один Килограмм Чи Поменьше Он Будет Сдыхать На Каждом Шагу Так 25 И 6 Так Продолжаем Отвлекли Меня Блин Так Значит Что Нам Тут Дальше Нужно Ну Как Видите Да 25 Килограмм У нас На Батарею Батарею Возьмем Пистолет Так Система Быстрого Сброса Так Бинокль Нож Патронов Пистолет Но Уже 32 Килограмма Давайте Три Рожка Бронебойных И День Патронов 150 Обычных Вот Ну и Дроби 90 90 Да Где Там Все 40 Килограмм Короче Какой Тут Нафиг Может Быть Там Хабар Или Еще Чего Потаскать Нифига Подобного Правильно Так Еще Вот Мы Смотрите Положим Сейчас Наше Зарядное Устройство Так Батарейку Мы Взяли Детектор Да 40 КГ Давайте Все Вот Эти Вот Навес Четыре Гранаты Надо Взять Хотя Б Парочку Таких Да По идее Но Все По Минимуму Уже 45 Кг Да И 60 Возможных Это Мы Учитывая Если Что Мы Повесили Эти Лянки Так Спальник Надо Взять Однозначно Как Без Него Фот Кури Пойдем Сейчас Заречевать Надо Будет Опять Так Так Ну Вот Смотрите Одна Амуниция 46 Кг Вот Хотите Что Хотите То И Делайте Реально Так Давайте Все Зарядим Подствольник Подствольник Кольтик Наш Так Давайте Теперь Отсюда Добрать Чего Мы Возьмем Здесь С собой Соломен Ну Пару Бинтов Однозначно Пару Аптечек Пускай Три Даже Один Антират В принципе Можно Геркулес Взять Да А Набиотик Это Все Стандартно Надо Брать Хлебушек Так Снимпаки Батончики Так Бутер Взял И Выложим Так Сигареты Однозначно Без них Никуда Так Водички Так Что Еще Нам Взять С вами Так Один Так Возьмем Да Малый комплект Выживание У нас Кстати Неплохо Спас И пинефренчик Да Возьмем Так Кофеин Ну И Вот Уже Смотрите 51 Килограмм Вроде Все Это Нужно Я Не знаю В принципе Пригодится Да Ну Не знаю Парни Че Делать Че Не Делать Да Кстати Тут Еще У меня Обнаружился Парни Бак Тут На досуге Посмотрел Бак С биноклем Вот Ради Интереса Сейчас Сделаем С вами Так Опирак Сохранимся Так Продолжаем Значит Бак Насчет Бинокля Сейчас Я вам Покажу Возьмем Сейчас Еще Два Лишних Бинокля И вот Я вам Сейчас Конкретно Все Подемонстрирую Как У нас Получается Так Гавайи А где У тебя Бинокль Не могу Понять Икону Дофига У тебя А Вот Они Вот Значит Два Бинокля Так Значит Смотрите Ну Ладно Пойдемте Сразу В Казоту Ты Заглядывай Тут Весело Бывает Спросил На фоне Еще Одна Парамка У меня Работает Так Значит Смотрите Ставим Наш Манифицированный Бинокль Номер Один Который У нас Был Изначально В первый Слот И обычный Бинокль Во второй Слот Смотрите Значит Берем Первый Бинокль Вот Да Вот так Он приближает Смотрите Немножечко Экран Такой Желтоватенький Да Так Все Ясно Берем Второй Наш Бинокль Который Немодифицированный Видите Вот Немодифицированный Чистое изображение Никакого цвета Да Никаких оттенков Контрастности То есть Нету Да То есть А по сути Приближение Одно и то же Вот давайте Еще раз сравним Раз Два Никакой разницы Абсолютно Вот Теперь давайте Еще раз Смотреть Берем Значит Наш бинокль И смотрим Да Все слоты Открыты Ну не слоты Все ветки Модификации Да Полностью У нас Получается Установлено Вес убрали Все эти вот Настраиваемые линзы Оптические линзы И так далее Все это мы короче Поставили Вот берем Значит Наш с вами Бинокль Еще раз Ставим Да Вот ради интереса Все Все Теперь два Одинаковых Да Получается Пушка Может быть Это баг Или что Вот Проверяем Значит Первый вариант Наш Который у нас Изначально Вот так вот Значит Да У нас приближает И который мы сейчас Модифицировали То же самое Разницы Короче Никакое То есть Способ модификации Да Обычный бинокль Приближать Лучше не стал Дальше Дальше Мы ничего Как бы Увидеть не сможем Правильно Значит Теперь делаем Вот что Не знаю Как у вас Парни У меня Почему-то Баг действует Вот Я делаю Значит Разобрался В этой ситуации И сделал Значит Следующую Такую Штуку Как избавиться От такой Фигни Вот смотрите Поставил я Значит Высококонтрастный Прицел Вот давайте Сразу поставим На второй Вот Высококонтрастный Прицел Раз Все Теперь Проверяем Берем Наш первый Бинокль Так Вот такое У нас Изображение Где берем Второй Разницы Никакой Так Модифицируем Следующую Ветку Следующую Ступень Так Вот 15-кратный Оптический Прицел Проверяем Так Как он У нас Будет Так Раз О Видите Вот теперь Работает Я не знаю Почему Это Видно Что нельзя Сразу Модифицировать Все ветки Иначе Он не будет Просто Работать Вот Вот Этот Бачок Смотрите Вот Наш Первый Вариант Вот Наш Второй Вариант Который Мы модифицировали Поэтапно Да Вот Ну и давайте До конца Уже Все сделаем Вот Контрастный Прицел И давайте Массу Снизим Вот такая Возможность Есть Проверяем Еще раз Значит Второй Вариант Наш Вот Так Вот О Видите Разница Налицо Да В общем Не знаю Как парни У вас А у меня Вот такой Бак Есть Поэтому Имейте Ввиду Если У кого-то Кто-то Столкнется С такой Ситуацией Знаете Теперь Как Это И сделать Ладно Давайте Сейчас Возьму Просто Тупо Один Лишний Бинокль Модифицирую Его Значит И Вот Этот Вот Второй Покупать Не буду Все Я сделаю Сейчас На паузе